Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мне интересно, напишите в комментариях, сколько вы получили счет в квитанции за отопление за январь. Почему? Потому что идет очень много разговоров и очень много публикаций относительно именно платы за тепло, за отопление в платежках ЖКХ. Вот что пишут. 5 тысяч только за отопление платежки ЖКХ взбудоражили всю Россию. Некоторым приходится выбирать. Либо нормальная еда, либо тепло в доме. На самом деле, очень много мне написали и на электронную почту, и в инстаграм Будда Гришна, нижняя, подчеркиваю, единичка на русском Будда Гришна, три российских флага, об этой проблеме, что действительно люди из разных регионов получили платежки ЖКХ за январь со существенно увеличенной графой отопления. Собственно говоря, и я тоже заплатил за отопление в этом месяце больше, ну, почти там тысяч на полторы примерно. Значит, что я хочу сказать, друзья. Все дело в том, что, перелопатив огромное количество за пару дней статей на эту тему, я так и не нашел ответа, почему это случилось. У меня впечатление, что, в принципе, любой человек, который задастся целью найти ответ на этот вопрос, его не найдет. Где-то пишут, что нужно установить, это вот управляющая компания ответы, где-то пишут, что нужно установить на домах какие-то приборы учета поступаемого, так сказать, тепла в дома. Где-то пишут, что в некоторых квартирах установлено, сколько, значит, поступает, соответственно, горячей воды, в какой там температуре она поступает, и эти люди экономят, а остальные, так сказать, если там установлено вот этот вот контроль этого всего, что-то там на остальных распределяется. Если они закрыли, так сказать, совсем перекрыли, например, то, значит, распределяется на цель. В общем, самые вот ответы, которые только возможно услышать, но невнятный, вразумительный ответ, почему по всей стране, не в одном регионе, а по всей стране люди получили платежки с увеличенной графой отопления суммой. Самый распространенный ответ, что в январе было холодно. Но это очень странный ответ, почему? Потому что в прошлом январе тоже было холодно. Крещенские морозы есть всегда, но почему-то в прошлом году, в позапрошлом году такого не было. Собственно говоря, значит, если в зимний месяц теплее, то сумма должна быть меньше. Правда, получается так. Но она меньше не бывает, она бывает только больше. Значит, вот что пишут. Тема пришедших россиянам февральских платежек с огромными суммами за отопление для многих плательщиков остается достаточно острой. Многие граждане впали в ступор от выставленных счетов. Люди недоумевают, откуда взялись такие колоссальные цифры, и подобное происходит по всей стране. Значит, московский мосомолец собрал историю жильцов, получивших платежки с астрономическими суммами. Мне интересно, друзья, столкнулись ли вы с такой проблемой, если столкнулись на сколько, так сказать, повышения. Значит, в Оренбурге в доме стало холоднее, на плате гораздо больше. Светлана живет в самом центре города, пишут, в так называемой Сталинке. Высокие потолки, широкие окна, две смежные комнаты и одна отдельная. Летом в них жарко, зимой холодно, в майке и шортах не походишь. Значит, кстати говоря, я обратил внимание на то, что действительно зимой стало прохладнее. То есть топить стали меньше, но платить мы стали больше. Получив письмо счастья, в кавычках, за январь, Света подумала, что цифра ей мерещится. Десять тысяч? Десять тысяч только за тепло? А еще свет, газ, вода, как так-то? Возмущается женщина. Сказать бы, что топят хорошо, но нет. Мы спим чуть не под тремя одеялами. Я просто не понимаю, откуда такая стоимость. Семья работает в бюджетной организации и живет от зарплаты до зарплаты. Жительница поселка Южная Оксана отдала за пользование ресурсами в стандартной трехкомнатной квартире аж сразу 9 тысяч рублей. Из них 3 300 – это отопление. За декабрь прошлого года Оксане насчитали 2 662 рубля. То есть сразу увеличение значительное. Тоже существенно при зарплате 21 тысяча рублей. Значит, на тысячу больше за комфортную температуру в двухкомнатной квартире придется заплатить и Кристине, жительница микрорайона Степной. За декабрь было 2047 рублей, теперь 3 100. Теплее дома не стало, батареи мы не меняли. Что происходит? Недумевая девушка. Значит, в девятиэтажках конца 80-х в микрорайоне малая земля. Вторую зиму подряд довольно прохладно. Все попытки жильцов выяснить, почему пока не уменьшались успехом. В управляющей компании говорят, что никто ничего не менял и не убавлял. Обычно к нам родственники в одежде с коротким рукавом приезжали, поделилась с жительницами крови на Галина. У нас всегда было жарко. Мы вторую зиму подряд достаем теплое одеяло, а раньше спали под простынями или под пледом. Зато платим мы теперь гораздо больше. В декабре счет был 3 407 рублей. Когда я вынула квитанцию с почтового ящика, подумала, что ошиблась, и это не мне. Потом была мысль, что это опять авансом просят оплатить. У нас ресурсная компания любит такие делать предложения. Оказалось, это за месяц и еще мало. Счет за январь 4 215 рублей. За что? В управляющей компании журналисту ответили, что необходимо пригласить специалиста для температурного замера. Но что значит, по ощущениям стало холоднее? Вы мне назовите конкретно, сколько градусов по Цельсию было в прошлом году, а сколько в этом. Я вам прокомментирую, пообещала инженер управляющей компании. На уточнение, допустим, было плюс 20, а сейчас плюс 15. Прозвучало, так не бывает. В общем, чтобы Галина поняла, стало у нее холоднее или все в норме, надо пригласить замерщика тепла. Попробуйте его пригласить. В ресурсоснабжающей компании разъяснили, из чего складываются суммы. Областной центр перешел на новую систему оплаты обогрева. Ах, вон оно что. Счет приходит только за холодные месяцы. В расчет берутся данные общедомового счетчика, показания с которого снимаются 23 числа. Разница в оплате зависит исключительно от состояния сетей. Если в управляющих компаниях следят за качеством оборудования и подают тепло без сбоев, то и жильцы экономят. Друзья, на самом деле, мое мнение, что надо накачать бюджет деньгами, собственно говоря. И вот представьте, если каждый заплатит на, не знаю, тысячу больше, полторы тысячи больше. Можете себе представить, какой навар. За январь придется заплатить больше, потому что в этом месяце температура воздуха была гораздо ниже, чем в декабре. Виноваты крещенские морозы, грустно шутят люди. Они нам кошельки выхолодили. Друзья, вы понимаете, дело в том, что это какой-то бред вообще абсолютный. Я не понимаю этого. Почему? Потому что в декабре было холоднее, чем в январе. Особо сильно я хочу сказать, что в Москве, вот, например, в микрорайоне Коптево здесь тоже сама ситуация происходит. Там вообще по 20 тысяч пришли к платежке. Но в Москве не было холодов. В Москве бывает холодно. Два-три дня там постоит какая-то температура прохладная. И все. И, собственно говоря, как в песне Вадима Топольского поется, в этом городе, значит, плюс один и зима невозможна. В этом городе можно все только жить очень сложно. Значит, компания обещает, что летом в графе за отопление будут стоять нули. Летом. То есть, видите, опять история теперь новая. Будут платить за холодные месяцы за отопление. Ну, а на самом деле, я думаю, что если бы шум люди не подняли на всю страну и надзорные органы не дали команду разбираться с управляющими компаниями, а люди просто проглотили и просто платили, я думаю, что без проблем бы. Все это таким образом и действовало бы. Значит, ну и прокуратурой организована работа горячей линии и так далее в сфере исполнения законодательства. Позже лично коммунальным делам всем этим. В Пскове пишут, приборы учета не помогают. В Псковской области сотрудники коммунальных служб через СМИ уже давно призывают граждан устанавливать общедомовые приборы учета. Утверждают, что по счетчикам платить гораздо выгоднее, чем без них. Однако, как оказалось правдивое, это утверждение во всех случаях. В частности, после установки общедомового прибора учета, жители нескольких домов Пскова столкнулись с довольно странной ситуацией. Суммы в платежках за отопление выросли в несколько раз. То есть, люди устанавливают общедомовой прибор учета, а платят, наоборот, еще больше. Подробностями поделилась местная жительница Наталья. У меня угловая трехкомнатная квартира в пятиэтажном доме 70-е годы в постройке. Площадь чуть больше 63 квадратных метров. Высота потолков 2,70. Здание, как мне кажется, еще надежное, но в угловых комнатах часто холодно. Дует не то из подоконника, не то из щелей между трубами и полом. Он у меня деревянный. По словам Псковички, около трех лет назад в пятиэтаж, где она живет, установили общедомовые приборы учета, отопление. Никакого собрания жильцов не проводилось. Нам, когда мы пытались добиться справедливости, вообще сказали, что теплосети без согласия собственников имеют право устанавливать приборы учета. Больше того о том, что у нас теперь общедомовой счетчик, я узнала только из квитанции. Ее вместе с уведомлением о проведенных работах мне просто бросили в почтовый ящик. А платить за общедомовой прибор учета, который мне вообще не был нужен, полагалось, насколько помню, суммой около трех тысяч рублей. Ну то есть давайте мы вам установим счетчики общедомовые. Вы заплатите по три тысячи за эти счетчики. А компания, которая будет поставлять счетчики, вы будете знать, знаете прекрасно, к кому будет приближено. А потом вы будете еще и платить несколько раз больше. Наталья вспоминает, до установки злополучного общедомового счетчика за отопление в месяц приходилось платить в среднем по две тысячи рублей. После сумма в квитанциях за тепло увеличилась в два, а то и в три раза. Первая квитанция для меня была просто шоком. Три с половиной тысячи рублей только за отопление без горячей воды. Значит я пыталась связаться с управляющей компанией, в теплосети звонила. Думала, может быть на собственников жиле повесили еще плату за тепло, потребляемое предпринимателями. На первом этаже у нас несколько магазинов. Мне объяснили, что я плачу за себя, а магазины за себя. Заверили, что такая сумма действительно набежала. Значит за январь 2022 года, отметила Наталья, она получила счет за отопление почти уже в пять тысяч рублей. После новогодних праздников денег и так почти не осталось. А тут еще эта проклятая квитанция. Я естественно стал разбираться. Теплосети ответили мне, что из-за того, что в прошлом месяце все жаловались на холод в квартирах, они вынуждены были сделать батареи погорячее. Якобы и сумма по этому пришла больше. Но это меня, она говорит, вообще вывело из себя. Значит, ну и собственно говоря, похожие истории, они отобсюду. Вот Питер, например, есть жительница северной столицы Кира Мартова. Очень удивилась, увидев февральской квитанции, счет за отопление пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей. При общей сумме к оплате в тринадцать тысяч триста семьдесят рублей. По всей, по всей абсолютно стране такие вещи. И вот, друзья, самое главное в конце этой статьи, что делать, если вы получили платежку с завышенной суммой. Вы, пожалуйста, напишите, есть ли у вас такая проблема, в каком регионе вы проживаете. На основе комментариев ряда экспертов по ЖКХ, значит, составлен пошаговый план действий, который может оказаться полезен тем жильцам, кто столкнулся с неоправданно завышенными суммами в платежках. Первое. Запросите управляющей компании данные общедомовых приборов учета за предыдущие годы. Умножить их на тариф и на площадь квартиры. Это позволит отследить суммы в динамике. Ну, то есть, сколько было в прошлом году, сколько в этом году. В зависимости от того, сколько вы потребили. Необходимо сверить температурные графики с тем, как поставляла теплоуправляющая компания, которая должна следить за графиками. Часто бывает, что тепла поставлялось больше, чем нужно, чтобы побольше получить с жителей. Третье. Выясните обоснованность нынешнего перерасчета и наличие перерасчетов за предыдущие годы, когда зимы были гораздо более мягкими, и он должен был быть сделан в пользу жителей. То есть, не было, например, в пользу жителей сделано перерасчеты. Четвертое. Если сейчас нет средств, чтобы оплатить огромные счета, необходимо договариваться с управляющими компаниями о рассрочке и обращаться в суд с защитой для получения субсидий, если жители вправе на нее рассчитывать. И пятое. Обращаться в суд, если управляющая компания не соглашается предоставить рассрочку или в случае, если вы уверены в том, что сумма платежа не обоснованно завышена. Данные сверки температурных графиков, также приборов учета, можно использовать в качестве доказательной базы. Вот, друзья, такие новости. Пишите, пожалуйста, комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live. Инстаграм Будда Гришна. Нижняя, подчеркиваю, единичка на латинице. На русском Будда Гришна. Три российских флага. Всем пока. Жду ваши комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok